Добрый день. Научная библиотека Тюменского государственного института культуры собирает удивительную коллекцию краеведческих и художественных книг. Наш фонд пополнился очередной книгой Людмила Максимчук. Лепестки цветков поэзии, рассыпанные возле древа жизни, рядом с памятником выдающимся поэтам мира. Это своеобразная антология, то есть временные хронологические рамки от Гомера до поэтов наших дней. Выдающиеся поэты разных стран и народов. Европейцы, американцы, африканцы, Афганистан, Индия, Япония, средневековая и современная, 244 поэта. Но самое интересное, что вот эту антологию или этот сборник Людмила Викторовна Максимчук, поэтесса, художница, сценарист, автор песен, член Московской городской организации Союза писателей, она собрала эту антологию удивительно. То есть кратенькая биография поэта, небольшой фрагмент из его творчества, а потом ее собственное стихотворение по вариации на тему того поэта, о котором она рассказала. И получилось очень своеобразно. Это диалог поэтов великих вне времени и современной российской поэтессы. И вот открывает она свою книгу стихотворением «Милость богов». Очень коротко прочитаю фрагмент. «Печально, что не всем поэтам досталась милость от богов. Короткий миг и вспышка света погаснет, а венок сонетов укроет тень седых снегов». Вот этот вот, может быть, это назвать венок сонетов нельзя, но книга удивительная. 544 страницы. Особенность этой книги в том, что поэт не просто рассказывает о поэтах, она одновременно вводит читателя в мир культуры. Цитаты выдающихся деятелей о творчестве поэта, объяснений непонятных терминов, непонятных для обыкновенного читателя, например, суфизм, шариат или атын, комус и так далее. И в то же время книга открывается, ну, такой вступительной статьей. Она называется, эта статья называется «Обращение к читателям от автора». И вот она считает, что стихотворению можно научиться, а вот поэзии нет. И что колесо возврата к великим личностям и душам – это произведение великих поэтов. Вот моя школа и университеты. Поэты – камертон мировой истории. Вся планета – моя родина, и меня не перестают волновать судьбы поэтов из разных регионов Земли. Слово поэта раскрывает бутон жизни. Общее всегда нуждается в частном. Потому наш мир робко или смело входит в поэты, чей дар нужен именно здесь и теперь. То есть вот великие книги, как она считает, и творчество поэтов, литераторов, оно обогащает не просто жизнь, а оно эту жизнь очень часто ограняет новыми красками, новыми звуками, новыми эмоциями и впечатлениями. И поэтому я от всей души рекомендую познакомиться с этой книгой, полистать, почитать. И уверяю вас, даже если вы знаток лите поэзии и литературы, в этой книжке, Людмилу Максимчук, вы найдете несколько новых фраз, новых идей и новых цитат. Всё.